Насколько далеко человек продвигается в этой жизни, материально, духовно, в любом измерении, по сути, зависит от того, как много энергии в нем искрится. Есть множество людей с большим количеством энергии, но без мудрости или необходимых систем внутри, чтобы трансформировать эту энергию в качество личной силы. Силой, не в отношении кого-то там, вашей силы. То, насколько потенциальной силой вы являетесь, определяет интенсивность и глубину вашей жизни. И то, насколько эффективны вы будете в вашей жизни. В какой бы области вы не выбрали действовать для того, чтобы появилась эта сила, вам нужно использовать свои энергии мудро. Энергию можно трансформировать в силу с необходимой мудростью и инструментами, которые мы используем. В противном случае энергия может рассеяться просто от бесконечных мыслей, реакций и волнений. Я хочу, чтобы вы понаблюдали за своей повседневной жизнью. Что-то простое. Скажем, сколько слов вы произносите в день? Никогда не считали? А стоило бы. Вам следовало бы. Посчитайте, сколько слов вы произнесете завтра за целый день. На следующий день сократите количество слов на 50%, при этом донося тот же смысл. Вы не сокращаете общение с людьми. Вы продолжаете общаться, но используя на 50% меньше слов. Определенно ваши языковые способности улучшатся. Вы увидите, что вы работаете много личной силы внутри. Существуют научные свидетельства, показывающие, что по крайней мере 20% вашей энергии, когда вы сидите здесь в состоянии покоя, потребляется вашим мозгом. Если вы сократите это потребление и избавитесь от излишней активности мозга, чтобы он не скакал все время словно безумный, если он научится погружаться в неподвижность и делать только то, что необходимо, у вас разовьется невероятное ощущение личной силы. Вы не можете сделать это с вашим умом. Если вы попробуете остановить его, он начнет скакать еще сильнее. По крайней мере сделайте это со своим телом. Сократите ваши слова и физические движения на 50%. Если хотите посмотреть на что-то, смотрите. Но не делайте вот так. Если вы примените это к своему телу и речи, постепенно это также начнет проявляться и в вашем уме. Он не будет делать ненужных вещей. Если вы не делаете ничего ненужного, энергия, которую вы обладаете, постепенно трансформируется в потенциальную силу. Так что, развивая подобное, то, что вы практикуете, асаны, суринамаскар, если вы их практикуете, или какие-то другие крии и прочее, все это, по сути, направлено на то, чтобы развить эту силу. Энергия не должна рассеиваться в ненужных действиях. Сейчас вы не можете сократить деятельность ума, уменьшив в нем количество мыслей. Это тоже возможно, если вы привнесете реверберацию внутрь себя, простую мантру. Если вот здесь начинает бушевать безумие, просто повторяйте мантру какое-то время. Создайте определенную реверберацию, вы увидите. Это породит невероятное количество личной силой. Без этой внутренней силы вы не сможете преодолеть измерение жизни. Сейчас, для большинства людей, божественное — это просто слова в священном тексте. Это не живое переживание в их жизни. Для того, чтобы в ваше переживание вошло что-то настолько мощное, как Создатель, внутри вас должно присутствовать определенное чувство силы. Необходимо понимать, что сила не связана с господствованием. Смысл силы в том, чтобы стать более эффективными, увеличить свои возможности. Только когда вы несете эту потенциальную возможность внутри себя, не имеет значения, где бы вы ни оказались в социальном плане, в финансовом плане, в материальном плане, вы будете идти по жизни как король. Потому что такими вас делает сила внутри вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok